Решил попробовать себя на госслужбе. Ну, возглавил для начала управление внешних связей при обл. госадминистрации. Интересная работа, это постоянные встречи с иностранцами, общение, различные общения. После этого я попытался, в общем-то, дальше идти по госслужбе, но в тот момент, слава Богу, я не пошел, скажу так двумя словами, потому что на самом деле я не смог бы дальше работать как госслужащий, потому что я всю жизнь работал на себя, никогда не работал ни на кого. Поэтому в тех рамках, в которых находятся госслужащие, они не позволяют ни творчески думать, ни делать что-то новое, создавать что-то новое. Поэтому в тот момент я понял, что те процессы, которые идут вокруг меня, а это процессы децентрализации, вот я остановлюсь на этом слове, такое слово децентрализация. Некоторые шутят, говорят, мы сейчас вас будем децентрализировать. Но дело в том, что децентрализация – это такой процесс, ну, правильный процесс. На самом деле ему мало, как бы, выделяют внимания этому процессу. Но в Запорожской области, большая область, в которой было 300 громад, и по перспективному плану, который мы должны освоить, это мы получим в итоге 60 громад. Что это такое? То есть громады, раньше каждое село – это громада. В каждом селе был совет, в каждом населенном пункте свой орган власти. Объединение этих громад, в первую очередь, дает консолидацию усилий, консолидацию всего общества этих громад, и плюс экономию, и плюс бюджет. В свете процессов по децентрализации, во-первых, изменилось законодательство, и громады получили совсем новую форму бюджета. Теперь они, объединенные громады, они неподотчетные области, и они формируют сами себе бюджет. Это очень интересно, и громады увеличили свой бюджет, некоторые даже в три раза. Поэтому стало сразу заметно и видно в этих громадах, как они развиваются, на что они тратят деньги. Они стали полностью самостоятельно и сами распределять свои ресурсы. В свете этих процессов, которые происходили, я понял, что очень важно иметь планирование, потому что, как ни странно, но без планов мы не можем развиваться. Поэтому план нужен был, в первую очередь, для всей Запорожской области, и для этого было создано Агентство регионального развития. Продолжение следует...